Судя по этой обстановке, вы поняли, что у нас дома осталось, смотрите, два кусочка хлеба. Нет, ну не купили, не запаслись, поэтому вы уже поняли, что я сейчас буду готовить хлеб. Хлеб у меня мало ингредиентов, то есть на одну булочку. Что необходимо? Чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли, сухие дрожжи чайная ложка, муки берем 320 граммов, 30 миллилитров растительного масла у меня еще здесь нету, и 210 миллилитров воды. Вы, конечно, можете замешивать тесто сразу безопарным способом, если у вас живые дрожжи. У меня сухие, поэтому вот такие сухие дрожжи, они как бисер, видите, и мы должны их немножко активировать. Для этого я возьму сейчас от общей массы 210 миллилитров воды теплой, 37 градусов 38, долью сюда водичкой немножко и чуть муки, и 10 минут пусть дрожжи оживут. Вы можете готовить на чистой воде, у меня было чуть-чуть пакетики молока, но где-то 30 миллилитров, я соединила с водой. То есть сейчас наливаю не горячую, а тепленькую водичку сюда, чуть сахарка и чуть муки. Муку обязательно просеете, даже можно два раза просеять, для того, чтобы она чуть больше муки, она быстрее так начнет ходить. Вот так присыпьте, вот, в теплое место. А я соединяю сейчас сухие все ингредиенты. Беру миску, в которой буду замешивать, и прямо сюда сейчас просеиваю еще раз. Вот просеивание будет более пышный. Хлебушек, соль, Сахар Все это перемешаю И подожду, пока у нас немножечко опара, пока дрожжи сдвинутся, проснутся. Ну что, смотрите, буквально 5 минут и уже, видите, дрожжи начинают ходить, Поэтому не будем терять времени, сюда это выливаю, чашку эту вымываю водичкой, которая у нас есть, все. И замешиваю тесто. Тесто должно быть мягеньким, здесь все рассчитано, мука и жидкость, так что все у нас будет хорошо. Сейчас я это все хорошенечко беру, потому что я взяла такую чашку, видите, она тут рифленая в середине, и поприставали дрожжи. Так, сейчас я с ложечки тоже, чтобы ушел. И муки немного, и хлебушек будет, потому что ситуации бывают разные. Вот у нас такая ситуация, что нельзя выйти в магазин. Так, и сейчас начинаю замешивать. Ну, вы здесь муку поставьте, чтобы чуть-чуть там хоть пальчики, может быть, одна столовая ложка понадобится. Так, и мы еще сюда добавляем растительное масло, 30 миллилитров. Вот видите, вымешивается с маслом хорошо. А вот, чтобы очистить стеночки, может там чай, столовая ложка муки понадобится. Вот, вымешиваем мягенькое тесто. Смотрите, все моментально хватается, никакой проблемы нет. Руку здесь, чтобы... Я, конечно, вымешиваю на столе, вы знаете. Вот, столовая ложка достаточно. Вот так. Видите, оно еще неоднородное. Мы должны вымесить до однородности. Все, тесто готово. Немножко растительного масла. Смазываем миску. И сюда, сейчас еще раз перебью. Смотрите, какое однородное тесто получилось. Мягенькое, оно мягенькое, но очень мягкое. Выкладываю, накрываю салфеточкой. И в теплое место, ну, где-то, наверное, час будет ходить. Пусть походит. 40 минут прошло, я посмотрела. Смотрите, замечательно поднялось. Вот я взяла такую форму, она уже печеная у меня. Маслом смазала, растительным. Теперь, смотрите, какое тесто, видите. Вот, переминаю его. И вот так вот, прямо в миске. Я не хочу стол уже пачкать. Вот миски беру. И вот так вот подтягиваю, как рулетом сворачиваю. Не хочется, уже спрятала масло. Не хочется. Вот, как рулетиком. Вот, раз, раз, вытягиваю. Теперь вот так складываю в 4. И немножко подбиваю под низ, как вот куличи. Вот так вот, оп, 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 сюда. И выкладываю форму. Вот так. Конечно, кирпичик лучше, но у меня нет. Все, опять-таки накрываю и оставляю, чтобы хлебушек подошел в теплое место без сквозняка. Ну что, 15 минут прошло. Смотрите, как поднялся. И теперь я сейчас вот так возьму и немножко увлажню его водичкой. Конечно, это хорошо с поливизатора, но я кисточкой. Молоком или водичкой. Вот так. Конечно, нужно надрезать его. У меня ножик не очень острый, хотя Саша сделал, говорил, что острый. Видите, как режет плохо. Ну, вот так открою их. Так, все, достаточно. И отправляю в духовку 180 градусов, но он невысокий, минут 20, не больше. 25 минут прошло, я достаю мини-наш хлебушек. Вот такой. Я забыла, еще кунжутом присыпала сверху. Разрез, конечно, этот ничего. Ой, какой он хрустящий будет. Все, конечно, нужно извлечь отсюда и на сетке пусть остывает. Вот так, смотрите, какая красота. Какой он у нас классный получился. Переворачиваю, опа, и пусть остывает. Все. Ну что, уже остыл. Я одно не пойму, почему у меня хлеб вот такой, смотрите. Ну, не такой хрустящий, вот как я видела, как делает Маликов на хлеб. У него он прямо такой хрустящий. Я и не накрывала ничем. Ну, не сильно хрустит. Смотрите, какой замечательный хлебушек. Вот их отрезал кусочек, смотри. Дырки небольшие. Красота. Дрожжами не пахнет. Вот такой. Пробуем. Надо масло. Смотрите, какой хлебушек классный. Ну-ка, как мы в детстве любили. Я люблю тонко. Ну, конечно, не мерзлое масло на хлебушек. Присолить солькой. И это скушать. Как же это вкусно. Ёлки-палки. Прямо как в детстве. Просто, просто класснейский хлеб. Смотрите. Так что, если у вас нету хлебушка, можете приготовить сами, чтобы не бежать в магазин. Ну что, я желаю вам здоровья. Я желаю, чтобы у вас все получалось. И самое главное, никогда не расстраивайтесь. С любого положения есть выход. Смотрите, подписывайтесь. Желаю всем мирного неба и тихих, спокойных ночей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok